С порога бахилы, маска, обработка рук. С этих действий начинается путь донора. Затем регистратура и заполнение анкеты о здоровье и образе жизни. После медицинское обследование и сдача анализа крови. Далее заключение врача. Можно ли человеку пойти сдавать кровь? Если все хорошо, то донор отправляется в процедурный кабинет. Затем выдается справка о получении выходного с работы и денежная компенсация. Если потребуется лечебное учреждение, то есть есть подъемность лечебного учреждения в большем объеме, значит порой 200 человек бывает, а то и больше. Если заявок меньше поступает из лечебной сети, значит мы делаем немного меньше объема. А так 100 человек регулярно ежедневно приходят на станцию переводника. Это не считая выездной работы, потому что мы еще работаем на выездах. И на выездах мы тоже забираем до 100, а то и более человек. К сдаче крови регулярно присоединяются известные ульяновцы. Своим примером они показывают, что делиться красной жидкостью важно и нужно. Председатель правительства области Владимир Разумков оказался в процедурном кабинете впервые. После кроводачи почувствовал себя полным сил и энергии. Сотрудники Министерства здравоохранения регулярно и с большим энтузиазмом сдают красную жидкость. На этой неделе мы проводим в целом тематическую неделю национального проекта здравоохранения, нацеленную на то, чтобы население как можно больше узнало о тех новшествах, о той модернизации, которую мы проводим в рамках национального проекта. И в апреле при проведении прошлой недели мы пообещали, что и запустили первый раз эту акцию по сдаче Министерства здравоохранения, сотрудникам Министерства здравоохранения, донорской крови. Сегодня мы свои обещания сдерживаем, повторно пришли сдавать и теперь с определенной регулярностью будем помогать жителям нашего региона. С недавних пор ульяновцам предлагают поделиться клетками костного мозга. Процедура эта не простая и не быстрая, но очень важная. Один донор костного мозга может спасти несколько тяжелобольных пациентов. Из основных ограничений это отсутствие проблем со здоровьем и возраст до 45 лет. Мы забираем в пробирку 5-7 миллилитров крови и отправляем ее в федеральный центр. Соответственно, там обследуется эта кровь на фенотип и генотип. И если донор будет востребован, то, естественно, его об этом оповестят. И он пройдет процедуру сдачи клеток костного мозга. Сотрудники станции переливания крови регулярно выезжают на предприятия региона и приглашают на донорские субботы. Ближайшее пройдет 23 сентября с 8 до 13.00. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова